вы смотрите отзыв об отеле energy club этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам джакаранда который был в нем в 2011 году город нерха смотри отзыв отель energy club конец мая начало июня давно планировала посетить этот город и остановиться в отеле плаза кавана и вот в этом году приняла решение надо ехать но у моего верного томатали курс в этом году отель плаза кавана на май был в стопе выбора не было и я поехала в отель energy club так как остальные отели вообще не внушали доверия об отеле знала все заранее все его плюсы и минусы прочитала все возможные отзывы и решила сама во всем убедиться убедилась и поняла что отель не мой и так отель находится на достаточно шумной дороге ее еще называют старая дорога n340 старая потому что в паре километров выше проходит новая скоростная трасса до альмерии а возможно и дальше дорога n340 вернее та ее часть которая проходит через верху называется улица пессия отель удален от пляжа и от центра города на километр или чуть более и при этом находится на холме любой выход в город или на пляж это спуск дорога обратно подъем каждый раз выбираясь куда-то я помнила про этот подъем для меня это было мотарство если вы прибыли в нерху на автобусе из малаги то найти отель очень просто так как он находится на одной улице с автобусной станцией а именно на улице пессия пройдите вперед по ходу автобуса минуя три площади с круговым движением и вы у отеля это займет минут 15 улица пессия хороша тем что она не имеет уклонов в очень холмистой ньорке это большое преимущество по этой улице приятно прогуляться вечером по ней можно дойти до центра свернув затем на улице сан-мигель или пентага архитектура отеля ничем не примечательно скорее всего он строился в семидесятые а затем много раз достраивался сколько этажей в отеле сказать сложно так как отель стоит на склоне мне отель напомнил что-то мавританская так как имеет башню и угольчатый верх парадное крыльцо если его можно таковым назвать венчает явно восточный светильник а перед входом лаконичный фонтан с нимфами превратили в клумбу зря вообще с дизайном в отеле дело обстоит очень плохо видимо не хватает женского взглядя этой зимой в отеле прошел ремонт и многие номера изменили внутреннее убранство хотя новое белое сиро бордовое сочетание цветов весьма спорно в остальном все прекрасно новая сантехника мыло плюс шампунь плюс гель для душа присутствуют а вот фена нет новая мебель телевизор и lg с плоским экраном странно только что в номерах нет телефона комнаты в отеле очень разные все зависит от того места где они расположены есть совсем маленькие номера но просто три на 4 у меня был такой а есть достаточно просторные даже большие отель практически не имеет своей территории бассейн и площадка с лежаками это крыши нижней пристройки отеля вся та зелень которая видна на фотографиях это заслуга соседней виллы где произрастают огромные сосны и много цветущих кустарников кстати отель обновил и территорию вокруг бассейна новое покрытие удобные лежаки огромные зонты столики со стульчиками а вот у файе ресторана холл с баром ремонт видимо еще впереди как-то очень неуютно особенно меня удручали сильно выцветшие репродукции картин гестава клинта которые еще и неправильно висят номер лучше брать с видом на бассейн иначе вам будет мешать шум улицы однако и другая сторона не из тихих вечерние программы заканчиваются в 23 часа 30 минут но народ обычно не расходится и продолжают движение разговоры единственный выход закрытый балкон и включить кондиционер кстати кондиционеры новые работают бесшумные прекрасно освежают воздух у меня есть предположение что абсолютно тихими могут быть номера с боковым видом на соседнюю виллу где сосны хотя именно там сбоку находятся все технические службы отелей в том числе прачечная или номера которые находятся под площадкой у бассейна в отеле очень хороший новый тренажерный зал и спа спа небольшой бассейн с гидромассажем джакузи и душ чем-то похожи на душ шарко в перспективе сауна все очень новое чистенькая приятно спа бесплатный только надо предварительно записаться исключительное питание у меня был хэбэ завтраки обычные а вот ужины необыкновенно вкусные просто домашние не зря в ресторане отеля ужинают многие британские и голландские резиденты как их здесь называют проживающие на соседних сотелем виллах куриное филе в апельсиновом соусе индейка в белом вине рыба запеченная в королевские креветки салаты с клубникой и ананасами как-то особенно запомнились в отеле очень приятный персонал почти все говорят по-английски на регистрации дежурик мигели хавьер всегда рады ответить на ваш любой вопрос управляющий антонио романа менеджер в ресторане хуан антонио очаровательные люди горничные расторопные убираются прекрасно если вам не понравится время уборки то можно договориться с управляющим конкретным времени напротив отеля находится большой супермаркет суперсол что очень удобно а также остановка местного голубого автобуса теннисные корты аренда автомобилей в описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель в нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели пожалуйста обращайтесь всегда рады вам помочь а а а Продолжение следует...